Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Они обошли каждую дву, каждую квартиру. Достучались практически до каждого человека. Парк 70-летия Победы победил. В Анапе подвели итоги рейтингового голосования. Расставлены приоритеты благоустройства общественных территорий. Преодолев препятствия, анапские робототехники привезли из Москвы сразу две награды. Главное, я тебя и все. Все впереди. Бой за выход на Европу. Полтысячи юных боксеров съехались в Анапу, чтобы выяснить, кто же самый стойкий. Уже к концу текущего года появятся первые результаты действия программы «Комфортная городская среда» в Анапе. Порядок реализации проектов определили в ходе рейтингового голосования. Его результат объявили на встрече с журналистами. Беспрецедентная кампания, сопоставимая с выборами на местном уровне. Явка более 70%. Меньше, чем на главное событие – президентские выборы. Но все равно очень высокая. 14 проектов, которые прошли отбор на муниципальном общественном совете. Другие территории Краснодарского края такого количества проектов не выставляли. То есть максимум 5 проектов. То есть 14 проектов, которые выставили, они с точки зрения организационных сложно. Во-первых, напечатать такое количество материалов, отобрать, проработать, проинформировать. То есть тоже эта работа колоссальная была. Опыт у нас есть, но в масштабах, конечно, он беспрецедентный. Он первый раз такой. И по организации, потому что реально изготовить визуально весь материал, напечатать порядка 110 тысяч опросных листов, которые оповестить население. В итоге победил проект реконструкции парков станицы Анапская. Организаторы согласны с тем, что из-за большого населения шансы изначально были выше. Однако голоса принимались с 14 лет, и активисты целенаправленно обходили старшие классы. Кроме того, в листе можно было отметить сразу несколько проектов. Даже все до одного. Вот сквер-строитель, 12 микрорайон, Кручникова Наталья Михайловна. Что сделано? Я вам раскрываю секрет. Она обзвонила всех своих знакомых по всем селам и деревням. Обзвонила, села на телефон и обзвонила, попросила проголосовать за сквер-строитель. Кто мешал это сделать? Другим. Проект реконструкции скверостроитель занял второе место. На третьем – закладка с нуля зоны отдыха в микрорайоне 3Б. Там, в территориальном общественном самоуправлении, не ограничились выданными плакатами, а разработали еще и собственные материалы. Они обошли каждый двор, каждую квартиру. Достучались практически до каждого человека. Это огромная работа, титанический труд. Заняли определенные места, и они пошли. Почему? Да потому что там проявили активность. Значит, где-то что-то не доработали, где-то что-то не так сделали. Поэтому набрали меньшее число голосов. Но рано или поздно, конечно, и туда дойдут эти проекты. Программа «Комфортная городская среда» рассчитана на 5 ближайших лет. В этом году общий объем финансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов – порядка 70 миллионов рублей. Две трети направят на благоустройство дворов. Проекты уже отобраны. Еще треть – более 23 миллионов рублей – как раз на общественные территории. Теперь специалисты займутся разработкой проектно-сметной документации и прохождением государственной экспертизы. Первый этап планируют завершить уже до наступления холодов в этом году. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Весна – время чудес и добрых свершений. Исключительная возможность увидеть знаменитых артистов Большого и Мринского театров Москвы на сцене городского театра Анапы получили дети из приемных семей. Билеты на спектакль «Сказку» в качестве подарка ее на Анапчане и их мамы получили от супруги главы города-курорта Надежды Поляковой. Билеты в театр, а также сладкие подарки получили 10 детей из приемных и многодетных семей. Вместе с мамами в эти выходные они посетят спектакль «Белоснежка и семь гномов». Добрую традицию дарить детям сказку решила возобновить супруга главы города Надежда Полякова. Я желаю вам, чтобы вы, посмотрев, получили большое праздничное настроение, больше положительных эмоций. Мы эту традицию будем продолжать, как можно будем стараться для вас, чтобы вы побывали в детстве и в веселом для вас детстве. Дети с восторгом приняли подарки. Некоторые признались, что мечтали попасть на этот спектакль. Это была моя мечта – воплотить сказку в реальность. И подарки очень приятные для меня, красивые. Поэтому я очень рада. В Анапе проходит множество культурных мероприятий. С гастролями на курорт приезжают самые известные театры страны. Такие подарки детям теперь станут традиционными. Уже завтра в Анапе пройдет традиционная продовольственная ярмарка «Инфотур». В ней примут участие 55 сельхоз и товаропроизводителей. Они представят молочную, мясную и кондитерскую продукцию и наладят контакты с потенциальными заказчиками. «Инфотур» проводится в рамках губернаторского поручения и призван сократить путь от производителя до потребителя, минуя посредников, что в конечном счете должно позволить и уменьшить цену. «Это будет продано без наценки. То есть, когда покупает оптовое звено, потом делает свою наценку, перепродает в санаторно-курортный комплекс, естественно, цена растет. А когда есть такая возможность, что можно продать сразу напрямую, то есть произвели и тут же продали в санаторно-курортный комплекс, соответственно, и цена будет дешевле. И в санаторно-курортном комплексе, и путевки будут дешевле у нас, и питание будет дешевле, соответственно». Ярмарка начинает работу с 9 часов в городском театре. Торжественное открытие состоится в 11.00. Приглашаются все желающие. Внимание, дети! Под таким названием на курорте стартовало профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности детей на дорогах. Наряды ДПС и ГИБДД ведут усиленное патрулирование в районе школ и детских садов под контролем соблюдения правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. Пешеходный переход на улицу Мелькова – один из заживленных участков дороги. Каждое утро через него проходят сотни учеников седьмой школы и гимназии Эврика. Многие в нарушении правил перебегают проезжую часть, не доходя до зебры. Такая беспечность может привести к трагедии, поэтому важно разъяснять детям правила поведения на дороге. Правила для того созданы, чтобы жизнь оберегать детей. Дети многие ходят не по пешеходному переходу, перебегают дорогу, что крайне нельзя делать перебегать. Потому что когда ты бежишь, машины могут тебя не заметить и сбить просто. Поэтому нужно переходить аккуратно и смотреть по сторонам, чтобы не было машин. Особое внимание автоинспекторов направлено к водителям. ДПСники следят, как соблюдается скоростной режим, пропускают ли пешеходов на зебре, а также используют ли водители специальное удерживающее устройство при перевозке детей. Целью данного мероприятия выступает предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В рамках проведения профилактического мероприятия сотрудники госинспекции осуществляют дежурство вблизи образовательных учреждений, вручают памятки водителям, юным пешеходам, а также родителям по соблюдению правил дорожного движения. Профилактическое мероприятие продлится до 8 апреля. Экипажи ГИБДД и рота ДПС будут дежурить возле всех школ и детских садов города. Анапские робототехники стали призерами престижного фестиваля. В Москве прошел 10-й Всероссийский Профест-2018. Более 3,5 тысяч школьников и студентов из 70 регионов России и стран СНГ боролись за право стать лучшими в области робототехнической мысли. Она повзяла второе и третье места в одной номинации. С призерами встретились наши корреспонденты. Кадры с фестиваля. Финиширует робот «Амникит-2», которым управляет анапчанин Григорий Жирлицын. На прохождение всей трассы 10 минут. В заявленное время он уложился, правда пришлось отказаться от прохождения нескольких этапов. Недостаточная мощность двигателей и короткий манипулятор не позволили преодолеть часть препятствий. В результате третье место. Но это все равно победа. На соревнованиях мне не хватило практики. Я не умел в полной мере управлять роботом. Поэтому на следующий соревнования нужно более сильнее подготовиться и исправить некоторые недочеты, которые выявились на эти соревнования. Выступление другого анапчанина Александра Бойко оказалось результативнее. Его робот прошел дистанцию быстрее и сопутствующих заданий выполнил больше. В результате второе место. Мы сделали упор на проходимость. Нужно сделать так, чтобы проходимость была обычным делом. Нужно сделать упор на манипулятор, на оперирование манипулятором. Отрыв от первого места был аж в тысячу очков. Сложность заключается в том, что ты не знаешь, какие препятствия там будут точно. Каждый раз полигон меняется. Когда судьи видят, что какие-то препятствия проходятся очень легко, они меняют полигон и никогда не объявляют этого до начала самих соревнований. Оба новатора обучаются в Анапской станции юных техников. Второе и третье место заняли в одной из самых сложнейших номинаций «Экстремал». Трудность в том, что операторы не видят модели, которые управляют. Вся информация поступает с видеокамеры, закрепленной на корпусе робота. Хочу отметить достаточно слаженную работу команд, взаимопомощь, взаимовыручку. Даже когда кто-то застревал на полигоне, один раз можно взять вмешательство по регламенту, тогда большая часть команды прибегала на помощь оператору на операторском пульте и непосредственно к роботу на полигон. То, что заняли второе и третье место, выявили ряд недостатков, но также много, что зависит от операторских навыков. Сейчас ребята работают над модернизацией своих моделей, усиливают мощности, печатают на 3D-принтере новые детали. Впереди у юных изобретателей очередное испытание. В мае этого года в Краснодаре пройдет краевой этап Всемирной Олимпиады роботов Бароу-2018. И анапчане вновь планируют войти в число лидеров. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Сегодня во всем мире отмечают День человека с синдромом Дауна. В Анапе с этим диагнозом проживает порядка 100 человек и больше половины из них дети. Специально для таких ребят и их родителей общественная организация «Радость жизни» устроила настоящий праздник, на котором дети смогли повеселиться, а родители наладить знакомство и обменяться опытом. Добрые, ласковые, открытые. Их называют солнечными детьми. Они схожи друг с другом не только внешне, но и судьбами. Люди с синдромом Дауна плохо приспособлены к жизни в существующих реалиях мира. Поэтому им нужна помощь и поддержка в адаптации. Для этого родители особенных детей стараются держаться вместе, преодолевая бытовые и социально-психологические барьеры. С сегодняшним днем мы хотим показать, что нас много, мы есть. Мы хотим объединиться между собой, показать своих деток, какие они, чтобы остальные люди не боялись их. Если у кого-то родится такой же ребенок, чтобы он не боялся его, не было этого стресса, как у нас когда-то в свое время, когда мы родили своего ребенка. Опять же, мы сегодня знакомимся друг с другом. Несмотря на устоявшиеся стереотипы, солнечные дети мало чем отличаются от обычных ребят. Они также любят подвижные игры, водят хороводы, занимаются творчеством и спортом. Если развивать их с детства, то в будущем есть все шансы добиться серьезных успехов практически в любой сфере. А вы знаете, кто живет в телевизоре? Талантов много, но самое главное, что они чувствуют по-настоящему, они не умеют притворяться. Они настоящие, эмоциональные, ласковые, нежные. Но иногда и вредничают, конечно, как все дети. На подобных встречах дети получают массу положительных эмоций, а родители обмениваются опытом, обсуждают вопросы, связанные с лечением, образованием и реабилитацией детей. Такие мероприятия проводит общественная организация «Радость жизни». Ее двери открыты для всех, кому нужна поддержка. У нас есть свой офис, он находится улица Калинина, 14. Офис работает ежедневно в рабочие дни с 10 до 16. Семьи, которые имеют в своей семье инвалида, ребенка, не обязательно с синдромом Дауна, с любым диагнозом. Могут прийти в этот офис, написать заявление, вступить в организацию. Там мы общаемся, там мы получаем юридическую помощь, там мы получаем информационную помощь. Там мы узнаем об образовательном маршруте наших детей, о том, куда нам нужно на лечение, на реабилитацию. Природа одарила этих детей лишней хромосомой, но в придачу дала большое сердце, созданное для любви. И, возможно, для того, чтобы научить любви других людей и помочь обществу стать чуточку добрее. Руслан Душевский, Анапа-Регион. В селе Витязева стартовало первенство России по боксу среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. За первое место и право отстаивать честь страны на первенстве Европы борются 460 юных спортсменов со всей страны, в их числе и пятеро напчан, о том, как отбирают лучших боксеров в сюжете. В своем первом бою Максим одержал безоговорочную победу. 13-летний спортсмен приехал из Москвы, занимается боксом уже 4 года. Чтобы попасть в сборную команду России, ему нужно выиграть еще в трех поединках. По словам спортсмена, все зависит от упорства и настроя. Конечно, тяжело, но здесь берет характер и сила, вера в себя. Еще много куда расти, главное верить в себя и все, все впереди. Отбор спортсменов проходит по олимпийской системе, победители борются с победителями. Всего за шесть дней будет проведено более 400 боев. Лидеров отберут в каждой весовой категории. По мнению организаторов, Анапа достойно встретила участников, создав комфортные условия для проведения турнира. Это отборочный тур на Европу. Конечно, это серьезный соревнование. Анапа уже, я так считаю, как одна из лидеров проведения этих мероприятий. Это не первый раз проходит, и все достойно. И судейское, и судейство, опять же, и организация. Окончательные результаты станут известны 26 марта. Кроме медалей и грамот, победители состязаний получат путевки в состав сборной России. В мае им предстоит отстоять честь страны на первенстве Европы, которая пройдет в Болгарии. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа-Регион. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Анапа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok